В Международный день защиты хризотила в Азбесте и Сухом Лугу прошли массовые митинги, а также автопробег в защиту минерала. Сегодня мы отмечаем Международный день защиты хризотила, уникального минерала, который даёт работу и крышу над головой десяткам тысяч трудящихся по всему миру. Международный день защиты хризотила ежегодно отмечают десятки тысяч рабочих и жителей России, Индии, Бразилии, Мексики, Кубы, Казахстана и Киргизии, где этот природный минерал используется в производстве строительных материалов. Азбест не исключение, в этот день здесь проводят митинг в защиту хризотила. Основная цель протестных акций – объединить трудящихся в защите хризотила и своих рабочих мест. Что такое защищать хризотил? Это значит защищать наши города, это значит защищать нашу родину, это значит объединять всех людей, которые считают, что мы должны говорить, и никто нам не помешает говорить правду и правду, касающуюся нашей работы. Казалось бы, ну и что, что нас сегодня здесь несколько сотен. Но ещё раз повторяю, за нами трудовые коллективы наших комбинатов, за нами наши города. Я хочу сказать, вот пока мы едины, мы непобедимы. Этот был, есть и будет наш главный лозунг. Европейские производители материалов, альтернативных хризотил содержащим, сегодня ведут жесточайшую антиазбестовую информационную пропаганду, которая негативно отражается на судьбах жителей нашего города, а также многих городов России и других стран мира. Они упорно навязывают импортерам российского хризотила отказ от его применения и хризотил содержащих материалов. При этом всячески стараются очернить город Азбест, изображая его опасным для жизни, бесперспективным и даже умирающим. Безусловно, это наша и гражданская ответственность, и наш долг сделать всё возможное в защиту этого уникального природного материала. Материала, который обладает уникальными природными свойствами, и никакие химические знаменители не смогут заменить его уникальные свойства. Правительство Свердловской области всегда выступало и выступает в поддержку этого движения, в поддержку движения коллективов наших предприятий. Оно направлено на контролируемое использование Азбеста. Это позволяет обеспечить безопасные условия труда и уникальные безопасные условия в эксплуатации всех строительных материалов. Участники митинга требуют сохранения рабочих мест, выступают за контролируемое использование минерала и собственным опытом готовы доказать его безопасность. У нас в Женеве, там, где наши оппоненты, Азбестовая компания поднимает вопрос о запрете нашего минерала, говорят, что наш город мёртвый, наши города мёртвые, что здесь люди только все болеют, все умирают, здесь жизни нет. Данное мероприятие мы всем доказываем, что мы здоровые, нормальные люди, которые, как и в других городах, живут, трудятся, воспитывают детей. В Дензачитах Резатила также состоялся автопробег. Колонна машин с атрибутикой движения «Народ за хризатил» остановилась на смотровой площадке «Карьера Урал-Азбест», после чего отправилась в Сухой Луг, где участники акции посетили народное предприятие «Знамя», которое производит хризатилцементное изделие. Здесь для гостей была организована экскурсия по производству, а также прошёл митинг. Специалисты сухоложского предприятия солидарны с азбестовцами. Они против запрета хризатила. И на это есть свои аргументы. Азбеста-цемент – это такой уникальный материал, который с точки зрения цены, качества и долговечности просто таких материалов нет. Поэтому противники наши и с экономической точки зрения, и с политической точки зрения, они борются. Но так как честной борьбы не получается, то говорят, азбест вреден, азбест опасен и так далее. То есть вот из-за этого идёт и борьба. Я глубочайше уверен, как инженер, лучше этого материала действительно нет. И все заменители, они значительно хуже, требуют больших затрат и так далее. Отметим, что за более чем вековую историю применения хризатилцементные изделия зарекомендовали себя как надёжные и долговечные материалы. Поддержать коллег в защите хризатила приехали горняки из Оренбургской области и Республики Казахстан. Хризатил не является смертельно опасным минералом, как его считают наши западные оппоненты. А он не может нанести вреда здоровью. И вся наука доказала, что он, даже попадая в волокно, в организм человека, через 10 дней его там уже нет. Также в рамках массовой акции была принята резолюция за контролируемое использование хризатила. В любом случае посыл, который сегодня прозвучал из уст участников митинга и участников автопробега о том, что это рабочие места, это благополучие родных, близких, значит, это всё должно не только остаться, это должно развиваться. И поэтому профсоюзное движение России, именно профсоюз строителей, эту позицию будет отстаивать. Международный день защиты уникального минерала работники хризатиловой промышленности в очередной раз продемонстрировали мировой общественности, что они дружны, едины и готовы бороться против антиазбестовой компании за свои рабочие места и счастливое будущее своих семей. Анастасия Самарина, Сергей Шелковкин, Новости АТВ